Иконы пишут, начиная с темных тонов, заканчивая светом. Пики, руки пишут всегда в последней точке. И попробуем. Иконку мы клеиваем вот сюда, вот в эту рамочку. У нас получается икона копчины. Копчин это натуральное дерево, которое покрываем красной краской, для того, чтобы как можно меньше длить и было сладко. И потом наносим на нее лак-мардан. В старину, когда не было этого лака, мы делали сока чеснока. Поскольку сок чеснока имеет легкое свойство липкости, мы эту, это золото 14 каратов, листопробное золото наносили раньше, немножечко по-другому, у нас чеснока. А сейчас мы наносим на вот этот лак, который не высыхает в течение 3-4 дней. И вот так вот мы такими вот легкими движениями золотим нашу икону. Оставки, которые остаются на иконе, сейчас я вам уже покажу немножечко повыше. Оставки, которые остаются на иконе, мы убираем специальной кисточкой, чтобы не повредить наше золото. Вот такая вот кисточка. И у нас получается вот такая вот золотая икона. Но поскольку мы творим точный список старой византийской иконы, эта икона должна заискать вот уже максимально устаренное золото. То есть вот такой вот приблизительно. Вот эти вот две иконы могли быть сделаны одновременно, но у них большая разница, так как здесь будет произведено это пустарение. Это пустарение, это когда готовая икона красится со всех сторон черной краской. Впереди наносим темно-коричневую, типа нашей моринке. Оставляем высыхать ее до 10 минут, после чего убираем все, что нам не надо, оставляя вот такие вот клетки, а сухой старости. Вот это вот икона считается максимально устаревшей. Сертификат, говорящий о том, что икона не представляет никакой исторической ценности, может с вами прогнозиться за пределы страны и оплачиваете за это пошли неудобно. А вот эти вот иконы размерами больше у вас будет 50-40%. И на самые маленькие, то у вас будет пустарение 20%. Обращаю ваше особое внимание, что иконы, которые крашены в черный цвет, это наш массовый выпуск. Такие иконы у нас не намолены, а у нас еще и черные. Чтобы намолить один образ, по греческому обучению, этой иконе нужно простоять 40, может быть, а это уже с собой. Это очень большой срок, потому что иконы намолены более крупные, и даже тяжелые. Здесь, как появляются мои люди сессансовыми, когда я делала по глазу. Полезных человек, которые очень перед нами, люди, которые были, так сказать, очень перед вами, они хотели сделать. Сczucing, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok